Сегодняшняя тема. Поставленная в Казань партия Петербургского шампанского привлекла внимание региональной госалкоголинспекции. Проведенные испытательной лабораторией растихрегулирования и исследования показали, что вино не соответствует требованиям государственного стандарта по массовой концентрации сахара, его доля существенна, порой в полтора раза, превышала указанный на этикетке показатель. Партия алкоголя была изъята саптового склада. В тот же день в присутствии двух понятых инспекция произвела отбор проб спорной продукции для проведения экспертизы, которая также подтвердила выводы о нарушении обязательных стандартов. Для привлечения зао «игристой вина» к ответственности госалкоголинспекция обратилась в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Производитель шампанского отрицал выявленные нарушения. По его мнению, отклонение по массовой концентрации сахаров не может принести никакого вреда потребителю и не влияет на показатели безопасности готовой продукции. Кроме того, завод представил подготовленное по его заказу экспертное заключение Петербургской лаборатории, подтверждающей соответствие выпускаемого шампанского требованиям ГОСТа. Однако арбитражный суд отклонил эти доказательства, ведь новая экспертиза проводилась в отношении представленной заводом продукции, а не из изъятой партии. Не принял суд и иные доводы производителя вина. Нахождение в обороте алкогольной продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов, не может не нарушать права потребителей, для которых такая продукция и предназначена, заключил арбитраж. Признавая ЗАО «игристый вина», совершившим административное правонарушение, суд наложил на него минимальный предусмотренный законом штраф в 100 тысяч рублей и принял решение о конфискации спорной партии шампанского. Апелляционная коллегия признала это решение законным и обоснованным 18 августа, оно вступило в законную силу.